а ребята всем привет ребята всем привет вы находитесь на канале владислав шиндяпин многие спрашивают пишут мне то компьютер надо почистить пять лет моему компу уже уже шестой год уже скоро будет идти ну в 2016 году я собрал железо в семнадцатом году в сентябре по моему сентябре ролик на канале есть надо искать его где-то там далеко в семнадцатом году я его собрал в сентябре он был собран я еще летом собирал там железо там покупал заказывал с германи сэкономил там что-то к 50 тысяч в итоге может даже побольше кстати не меньше 50 тысяч это сэкономил на видео сэкономил на мониторе сэкономил там много на чем а так вот периферию клавиатуру наушники я покупал здесь хотя мог купить там чуть-чуть получше мог купить наушники клавиатуру за эту цену который я здесь конечно купал но не стал как бы еще ждать две недели да в итоге я бы не в сентябре потом в октябре были в ноябре бы собрал получилось что в сентябре у меня уже ком был готов и были проблемы типа изначально что типа он не включался типа типа все правильно все сделал тип все подключил проблема была в чем что код ошибки был это именно по оперативке куда-то туда по оперативке будут загружался то есть индикация будет загоралась цпу гпу там есть у меня плата навороченный было на тот момент она сейчас она самая топовая плата была кстати который я взял но кроме экстрим там была самый топ и еще выше и там только экстрим но там уже для реально для энтузиастов для разгона для экстренного разгона у неё не нам не было кожуха обычно она тоже топовая для домашней используем формула 9 максимус формула 9 asus asus rock максимус формула 9 она поделит из 270 чипсет на поддерживает шестое поколение и седьмое поколение которое после естественно вышло после того как я купил шестое поколение процессора а потом уже через пару месяцев там через полгода где-то уже выходит типа седьмое поколение моя материнка поддерживает как бы там будет частота истоковая частота выше на 200 герц и boost частота выше на 300 герц там 4 5 в бусте а у этого процессора 4 2 в бусте и 4 истока на по всем ядрам не по 2 не по 4 а по всем что большой плюс кстати а у современных процессоров там на одно ядро на два ядра что-то у меня же на всех ядрах у меня 4 герц то есть не забывайте то что у вас там показывает на что у меня как бы его пока хватает то процессора вот и многие пишут типы в комментах и на многих каналах мне пишут твой комп нужно наверное наверное пора бы почистить уже давно ведешь типа канал типа но какие-то каналы три года ведешь какие-то 4 какие-то пять лет ведешь потому что когда комп собрался как раз того момента начались стримы там видосы выгружать начал там по ремонту было сейчас ремонтом конечно проблемы на самом деле люди не хотят платить ту же диагностику 800 рублей типа дорого да дорого хотя обычно диагностика стоит 400 600 ну и 800 это как бы средняя цена там есть конечно диагностика и дороже даже если брать по 600 рублей диагностика но не особо ты их плюс уходит в том что бывает такое что это диагностику сделаешь и сумма ремонта там превышает стоимости которые клиент типа ну ожидаю типа три-четыре тысячи там самом деле 5-6-7 тысяч там бывает и видеочип дохлый типа и мульти контроллера дохлый много чего чем приходится связываться знакомыми коллегами если у меня знакомые коллеги в магазине которые работают людям которые я доверяю есть магазин называется этот как не забыл название магазина с которыми я как бы но хорошо отношусь знаю тех людей которым как бы отдаю технику на диагностику иногда иногда на ремонт то есть бывает когда я сам могу что-то продиагностировать до в домашних условиях это проверяю выявляю причину там то все типом нужно то-то то-то сделать потому что у меня нету паяльной станции прочее типа но это есть конечно в других сервисах большие дорогие паяльной станции но в моих масштабах как бы одно не приду не пород предразумевает имение домашней станции типа которая занимает много места и это нужно на постоянной основе если было бы это на постоянной основе ремонтом я был бы я бы задумался заказе себе паяльной станции дорогой какой-нибудь фирменный хороший там да в таких условиях типа ну зачем типа когда у тебя там пару техник в ремонте типа и как бы ты можешь просто знакомы типа дать и они тебе все сделать вот и все вот и в этом суть и вот кто-то хотел посмотреть и температуры мои ну блин ребят могу показать прямо сейчас как бы в любое время могу показать самые пиковые температуры это после 10 часов игры вы не забывайте кто-то играет два-три часа и типа у меня температура высокая блин братан я играю два-три часа у меня температура не особо сильно поднимается а вот когда ты играешь 10 часов или 12 часов снова она как бы требовательная игра если ты на ультра настройки поставишь в 4k будешь играть на ультра настройках да там будет может быть 30-40 fps а но не будет стабильно в игре лагов нету то есть я не замечаю какие-то там провисание чего-то там там 35-40 fps а мы не хватает как бы сейчас там оптимизация подтягивает я замечаю это последнее одно которое было чуть-чуть подтянули оптимизация там где-то около 40-45 fps где-то наверное есть потому что раньше да были чуть-чуть такие подтормаживания но они были очень редки там раз в пять минут там но но сильный fps ты не дропался как бы на стриме смотришь вроде бы все нормально вот могу показать сейчас температуру вам зайдем в аиду 64 скачивайте программа и до 64 у меня она активирована естественно лицензия сейчас я вам покажу температуру как бы и посмотрите нужно ли компьютер чистить или нет где моя и до 64 вот она мы загрузим я давно не запускал потому что жена на полгода не смотрел не мониторил температура до позволит обновить версию а ну да ну понятно ну да у меня обновлена версия как бы вот вот смотрите что тут у нас вот температуры мы просто можно как бы в стоке но это все стоки у меня все железо в стоке я разогнанную брал все железо завода вот температура по ядрам покрышки процессора 29 40 ведь она температура прыгает 40 там 41 и резко падает типа 20 бывает 38 29 26 на крышке то есть но как-то вот так вот фокус что-то не работает ssd-шники 30 градусов там скрещене работает там датчики не работает видео карта в простое на вентиляторы не крутит 37 градусов но бывает до 30 опускается как бы сейчас еще лето но лето уже заканчивается как бы уже на улице 15 градусов а зимой будет еще меньше температура 36 35 градусов это вентилятор она не крутит это блок питания у него три датчика есть все 436 45 как бы тоже не греется вот 22 градуса на крышке процессора тут 30 даже не будет опускается 26 тут ядра вообще будет 15 градусов показывает материнская плата 28 градусов бывает 25 градусов это я уже ком включен у меня часа два наверное поэтому температура поднялась до часа ком включен поэтому температура поднялась когда нагрузка есть температура поднимается до вентилятор у меня там отключены до 55 градусов тем температура по процессору и по любому датчику пока если 55 здесь не будет где-то ну кроме блока питания тут три датчика блока питания да где-то 55 где-то 36 45 там три датчика установл они фирменные то этот ax860i corsair ax860i с припиской ай это дорогой блок питания ну особенно в москве он очень дорого стоил что около 20000 в германии взял за десятку за за 11 с копейками вот тут только цп ну цп 680 оборотов это не цп у меня там водянка стоит водянка там на минималка крутится около 600 оборотов а вот этот датчика оборотов это на оперативку стоит система охлаждения она как бы не раб не отключается то есть минимальных оборотов может работать там она может повышать не уменьшать обороты это аэрофлоу арифлоу платину может быть кто знает и так от корсара есть такая система охлаждения для оперативки как бы взял я потому что как бы 3000 мегагерц как бы ну и она немножечко греется чтобы не грелась против потому что на будущее все равно пригодится лучше взять сейчас на будущее пригодится интер пятое там ddr 6 в будущем вот блок питания оборотов 0 потому что он умеет работать в пассивном режиме 0 децибел поэтому температура 55 36 45 когда он оборотов ключ там начинается 400 там 800 там 600 оборотов 400 начинает а и помпа вот помпа 2 300 это в стоковая ну в стоке работает то есть там можно поднял она может автоматически подняться если там температура процессора там 70 градусов 75 градусов помпа сразу увеличивается до 3000 оборотов на 2 300 и и не слышно помпу на трех тысячах очень чуть-чуть вот честно очень чуть-чуть с учетом того что у меня корпус закрытый у меня корпус термоутейк f31 с закрытым окном не со стеклом не со стеклом и там все вертушки стоят и они именно до 55 градусов пока процессор или там какая ли какой-либо датчик до 55 не дает кроме блока питания естественно либо видюха либо там центральный процессор либо материнская плата по какой-либо из датчиков не дают до 55 градусов вентиляторы корпусные не включаются потому что зачем шум как бы что охлаждать чтобы там совсем было 10 градусов я пробовал как бы на 800 на 1000 оборотов ставить там вообще температура падала как бы продув такой был что ну нафиг надо как бы я их отключаю шум у меня нету у меня только шумит да ничего у меня не шумит но крутится вентилятор только от блока ой то есть от водянки крутится но в новых водянках есть пассивный режим вот я хочу себе перейти на новую водянку от корсара у них есть пассивный режим вентиляторов они могут останавливаться и там саму радиатор в принципе будет хватать чтобы охлаждать там видосики смотришь 4k 60 fps хватает чтобы охлаждать там еще что-то монтируешь хватает ну там бывает местами включается вот моя температура как бы что чистить что чистить скажите мне комп работает уже часа два наверно а по вольтажу по вольтажу напряжение все отлично ядра цепи да этот процессор кстати неудачный мне попался у него напряжение и цпу вид кстати у него довольно высокий цпу вид высокий я пытался с этим бороться я сбрасывал все это я как-то фиксировал все это и пришел к выводу мне многие написали там люди знающие они сказали пельку понизить 1 и 2 ну вот 1 255 не знаю ниже можно нет здесь все на единичку наставить потому что в стоке плата закидывает напряжение такое на процессор что у меня когда я все сделал все разобрался в чем проблема у меня до 100 градусов процент уходил и просто в перезагрузку в постоянно просто я только купил комп себе собрал до точнее только собрал комп у меня уже в 100 градусов входил это было у многих у многих на шестом поколении на седьмом поколении и люди на форумах писали что нужно пельку поставить на 1 на 2 виси си оу на 1 здесь виси mp на 1 виси си си а на 1 по сайт и системы виси си сустейн тоже на 1 и ядро ну чипсет этот евро пс это чипсет на один тоже стать потому что там было задрато 1 и 1 по моему ли 1 и 2 даже и чипсета реально ну как бы не сильно прям грелся ну там было что около 55 градусов как бы в стоке то есть система в стоке работала как бы без нагрузки там 50 градусов было тоже поставил типа на единичку все нормально работает как бы а в стоке когда сбрасываешь bios материнка на процессор закидывает некие там запасом частоту и естественно температуру точнее напряжение накидывал сейчас даже 1 280 как бы максимум и она накидывала мне там до трех практически там 2 и 8 было там еще жить было там напряжение было очень жесть с 1 280 да там было практически два на 2 доходило напряжение дико накидывала это многие писали что топовые платы как бы накидывают сильно запасом напряжения типа чтобы удерживать эту частоту допустим бусто там 45 46 там многие процессоры были тот же 7 700 кей да у него 45 чтобы удерживать она там накидывал с запасом и это как бы лишнее было там фиксировать напряжение да и все пришлось я неделю где-то реально мара марался с этим всем тип что как почему у меня просто греется у меня в стоке просто был 35 градусов минимум то по минимуму это было 35 градусов стоки и он поставил когда бус бус 4 2 у него сразу уходила температура 45 50 градусов это все без нагрузки блин что такое игру какой-нибудь включал все сразу меня под сотню градусов типа я смотрел там чё за фигня у меня троттлинг идет то есть там были нездоровая ситуация у него цеповый вид кстати очень высокий это многих процессор значит не отобранный кристалл кстати не повезло с процессором видеокарта повезло там а1 у меня кстати это удачный экземпляр видеокарты кстати чипа а вот с процессором не повезло были неудачно процессор попался как бы у него напряжение 0 и 7 должно быть 0 и 6 0 и 7 на это в стоке до типа без нагрузки и 1 260 280 то что он показывает тоже многовато и с учетом того что это буст буст он использует наверное 42 скорее всего 0 7 это вот его стоково и он должен использовать там 1 и 5 типа до 1516 а у меня даже больше о точнее 11 160 должен использовать 150 а он использует 12 280 живон плюсом в этом много это довольно много на 12 вольтовая линия в стабильно все 12 вольт 5 вольтовая тоже стабильно 33 вольт тоже стабильно ровно то есть погрешность там в сотые миллиграммы то есть она реально прям 33 держит даже в нагрузке я проверял тоже 33 ровно держит 5 вольтовая линия ровно 5 вольт держит там чуть-чуть больше чуть-чуть поменьше там погрешность даже меньше одного процента не будет нас вольт а у литиня ровно 12 минус 12 тоже там чуть-чуть проседает как бы дает ни о чем 33 вольт резерв батарея тоже 3152 кстати еще нормально мне кажется батарейку нужно будет бился скоро поменять ну как бы шестой год уже платье батарейка 300 ну еще пока нормально вообще должно быть 33 по моему если не ошибаюсь поправьте меня в комментариях он 33 должен вот видюха уже опустилась 34 градуса 34 35 вентиляторы не крутится ребят сейчас вентилятор запустить там есть режим где можно запустить вентиляторы температура пойдет 30 до 28 градусов на видюхе и это с учетом того что у меня в помещении сейчас около 23 градусов 22-23 градуса а бывает у меня в помещении в комнате 18 17 градусов то есть не больше 20 градусов то есть температура была в видюхе еще меньше процессор еще меньше то есть у меня система не греется ребята я еще могу ну не столько же лет просидеть ну наверное еще годика 23 я могу тут вообще не париться как бы вот потребление 100 ватт 120 ватт гпу 5 процентов 70 как бы ну вот в простой у меня комп потребляет 100 120 ватт простой вот просто разгон вот что-то разгоне 4 на все ядра и 42 там вам на одно ядро 6 700 кей у меня процессор вот cpu вид у него высокий очень довольно высокий это sky lake 6 700 кей степень кир 0 версия неудачная попалась вот как-то так вот да дата биос системы ой 25 17 счет убил с виду адаптера а версия биос от 1203 это не последняя кстати версия а вот видюха повезло у меня ревизия один это самый удачный экземпляр кстати вот нас урок стрикс gtx 1070 гейминг овсе версия у меня стоит две плашки доминатора платином стоят 7 15 у меня кстати это самые низкие тайминги cc 15 стоит видите вот и у него так у них тайминге сейчас скажу блин 15 по-моему он 15 15 36 вам 15 15 36 если не ошибаюсь но стоковая 2 133 который процессор поддержка 15 17 17 35 почему-то тайминги почему-то они сейчас выше у меня хозяин 15 17 17 35 common trade 22 такта ха странно так вот она материнская asus максимус 9 формула skyline сюда не знаю кофе лэйк сюда да не не ставит блин я сначала думал типа поставить быстрее процессор будет а потом подумал зачем у меня все видео как бы упирается 4 коммуне как бы все видео упирается процессор вытягивает там 60 70 грамм 70 процентов он загружен 80 но еще запас есть там 20 процентов как бы ну то есть можно видео сюда поставить 1080 я и даже принципе он ее вытянет как бы а 30 и 80 вернее вытянут уже как бы но не справиться с ним вот по температурам все в порядке как бы ну что тесты я уже делал там все нормально с ними кто хочет тесты можно будет сделать пишите в комментариях я бы тест стабильности вам бы сделал вот можно здесь тест стабильности сделать выбрать галочки какие галочки здесь выбрать и напишите в комментариях какие выбрать я обычно cpu и fpu тест ну можно кэш еще можно отдельно видюху еще нагрузить жесткий диск не надо память я думаю тоже не надо как бы зачем против грузить хотя можно и против можно вообще весь тест включить пишите в комментарии какие галочки поставить какой видос снять и что как протестирует будет очень интересно подписывайтесь на канал лайк подписка колокольчик все уведомления до скоро да да ребята не забывайте подписываться на мой канал лайк подписка колокольчик все уведомления и до скоро ребята пишите в комментариях какой тест сделать какие галочки включить что снять показать могу все сделать снять показать до скорого пишите в комментах будет очень интересно будет очень интересно как бы так а